Приветствую вас и к помощным спецсиалам коллегам. Мне бы хотелось добавить определенных, несколько моментов, на мой взгляд, важных, на мой взгляд, достаточно полезных вам. В первую очередь хочу сказать так, что действительно, может быть, у человека есть определенные драмы после событий, которые там произошли, да? В Занецке. Но в обязательном порядке определенные алгоритмы общения справедливы и для вашего случая тоже. Какие это алгоритмы? Начнем, пожалуй, с самого начала. То есть, в первую очередь, раз вы являетесь инициатором общения, значит, вам нужно понять, что человеку интересно. Понять, что человеку нравится, какие у него интересы, что его увлекает, что его сейчас волнует, и разговаривать с ним об этом. Ваша проблема заключается в том, что вы, привыкнув к определенному стилю общения, оказались не готовы к другому стилю общения. И, оказавшись в этом не совсем понятном для вас моменте, оказавшись в этом не совсем ясной для вас ситуации, вы просто-напросто не знаете, что делать. Тут самое главное не теряться, не думать, что проблема в вас, потому что действительно проблема не в вас, а в нем. У человека есть ограниченные возможности по общению с людьми, вас все, потому что в общении с неограниченным количеством людей нужно уметь подстраиваться под них. Вы, наверное, подстраиваться, как раз таки, не умеете. И в данном случае подстраивание происходит за счет как раз таки перенятия интересов того человека, с которым вы хотите общаться. То есть, он должен был видеть, что вы не просто, знаете, принимаете его желание, не просто, знаете ли, чувствуете его потребности и разделяете его интересы. Человеку нужно ощущать, что вы принимаете его стиль общения. Вот он такой, как он есть, и вы другого не требуете, и вы другого не просите. А если человек видит, что вы хотите от него явно большего, а он понимает, что этого большего вам дать не готов, то он замыкается. Значит, давайте попробуем еще раз поговорить с вами вот о чем. Значит, вам нужно перенять его интересы, разделить его интересы, понять их, разделить его тем, на которые ему нравится разговаривать, помочь ему, понять, что вы для него, вы для него друг, вы для этого человека позитивный элемент, и не надо ждать от вас ничего плохого, ничего дурного. Вот примерно так вам инульно с ним общаться. Если по истечению определенного времени данный подход не даст никакого эффекта, сразу человек просто не настроен с вами общаться. Такое бывает, и некоторые люди обладают, к сожалению, несовместимостью друг к другу, к этому надо относиться спокойно, и помнить, что есть определенные темпераменты людей, и некоторые темпераменты просто-напросто несовместимы. А людям с определенными темпераментами, им тяжело просто-напросто общаться друг с другом. Поэтому не спешите обвинять себя в том, что вы не можете найти общий язык с человеком. Лучше попробуйте понять, почему вы не хотите общаться, чем он вас привлекает, и, может быть, вы сможете отделить свои желания, направленные на него, от, собственно, самого человека. Тогда вам будет немножечко легче воспринимать его таким, какой он есть, и воспринимать себя такой, какая вы есть, не нанося ущерба вам обоим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, что сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.